Всем привет! Приветствую вас в моей мастерской и сегодня я вам расскажу про небольшие движения, что произошло, что я делал, что-то с вами сейчас еще поделаем. Как вы уже видели, для VPL моделей мне пришел вот такой вот чехольчик с дугами, но я уже сам сделал дуги, но единственное, что немножко высоковато. Мы сейчас с вами их немножечко откусим, пониже сделаем и натянем этот тент. Посмотрим, как он смотрится. По прицепу я сделал такое вот дышло, чтобы прицеп, когда едет, не прямо там куда-то его трепало, а чтобы тут и немножко играло, он немножко играл. Вот так вот будет. Вот сейчас мы с вами поснимаем это все и по уменьшаем. А уменьшать будем с вами на сантиметра полтора. Так, я вот откусываю. У нас же есть штатные, может быть по ним попробовать высоту. Но они немножко подлиннее, да. И сделаны чуть-чуть по-другому. Они тоже, в принципе, вот насколько. Ну, оно и я в принципе также практически планировал. Почему делаю ниже? Посмотрел на фотографии то, что у Шишиги тент прям буквально чуть-чуть выше кабины на некоторых моделях. На некоторых вообще вровень. Но если делаешь вровень, вообще что-то некрасиво. Мне не понравилось. Поэтому делаю также и на Шишиги чуть повыше и на цепочки. Чтобы не так было. Вот. Сейчас будет пониже. Будет совсем по-другому смотреться. Тент уже не ожидал получить. Поэтому изготовил свой. Вот такой вот тент сделал. Сейчас я вам его покажу. Не суперский, конечно. Вот. Ну, такой вот. Вроде под цвет. Вот. Только единственное, что я не стал еще пока что подшивать под него затяжки всякие. Задний не стал делать, чтобы открывался борт. Вот так он натянется. Просто он мятый валялся. Можно сделать, чтобы подтянуть сюда пониже. Вот такой вот тентик сделал. Сделал на прицеп и на саму Шишигу. На Шишигу уже делал простроченный. Вот чтобы можно было вставить веревку и натягивать. Вот так вот это смотрится. Вот. Если вы видели видео с распаковочкой, пришло мне вот такое прицепное устройство. Вот. Еще не растачивал, ничего не делал. Вот. Чтобы как раз вот сюда она заходила. Палочку воткнул и все. И поехал. В сегодняшнем видео мы сейчас все это с вами дело сделаем. Но сначала снимем мой тент и напялим их. Единственное, что одна дуга здесь стоит. Уже она сгибалась позже. Поэтому нам крайнюю нашу придется временно вытащить, чтобы показать вам, как напяливается этот тент и смотрится на модели. Вот. Я вообще просто видел у обзорщиков уже этот тент. Мне он, если честно, ребят, вообще не понравился. На картинке он смотрелся, конечно, намного лучше. Ну, в принципе, сзади вроде и ничего, но очень он короткий. Потому что напяливать его надо было вот до сюда. А он какой-то прям чисто вверх. И как он затягивается, я не знаю. Каждая подтянется резиночка и натянется. Вот и смотрите, какой лучше. Такой или мой. На своем я тоже буду делать дополнительно открывающийся, его, чтобы аккумулятор складывать. Но мне кажется, что это даже как-то поинтереснее смотрится. Так что на данном этапе этот тент я снимаю. И напяливаю свой вот такой неказистый ручной. Потом все подтянется и будет, мне кажется, смотреться лучше. Вот. Так, ну все, это в сторону пока что. А тут смотрите, у меня на шишиге как раз таки сломалось. Вот за что перетаскивать машину. Цеплять к чему? Цеплять прицеп. Вот. Заказал. Ну, конечно, это, видите, от десятого масштаба. Вот. Я со временем-то, конечно, переделаю его поменьше. Вот. А сейчас, наверное, установим сюда вот этот. Если честно, не стоит деньги на него тратить не особо. Он мне понравился. Проще вон. Из любой ткани зеленый сделал и все. Буду делать и окошки на шишигу. Сюда сделаю окошечки. Вот. И будем ездить. Ну что, первым делом, значит, мы рассверлим отверстие, чтобы наша палочка сюда заходила. Я думаю, что мы справимся здесь и ручной. Потому что тут, в принципе, надо только немножечко пройтись. Вот так он будет туда втыкаться. Вот. Сейчас еще одну проделаем дырочку. Вот. Просверлили, значит, мы нашу детальку. И вот так вот она туда втыкается. Сейчас еще сделаю, значит, цепочку. И посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так вот это получается. То бишь мы берем, завели дыш латчик. И чтобы не выскочило, с обратной стороны мы с обратной стороны втыкаем нашу держалку. Вот и все. И поехали. Вот так вот. Открыли. Машина подъехала. Чек закрыли. И поехали. Ну что, давайте установим. Ну вот так вот это получилось. Переворачиваю. Вот. Ну, крупновато, как я и сказал. Ну, сейчас посмотрим, как это будет вообще выглядеть. Ну, все хорошо, друзья мои. Но зафиксировать мы это не сможем. Надо делать его намного ниже. либо кверх тормашками. Так что, возможно, сделаем прицеп, разнесем колеса еще подальше и сделаем поворотную переднюю ось. Со временем. Но пока что так покатаем. Ну вот, как бы так. Эту технику можно отставить. Вот. И есть еще, как вы видели, если смотреть распаковочку, вот такой проект у меня. Я думаю, что с размерностью у него нормальная. Вот. И смотрите, как у обычного вазика, мост смещенный чуть в сторону. Значит, перевернем мы эту модель. Видите, на данном этапе мост велик. Вот. Но я его буду так вот уменьшать и ось укорачивать. И он встанет. Будет у нас уазик тоже на мостах. Резина мягкая, хорошая. Вот. Так что, я думаю, из него что-то получится. Значит, что мы будем делать по уазику? По уазику, значит, мы покрасим арки дверей в черный. Лабаж тоже в черный будет у нас. Петли подкрасим. Ручки все в черненький. Бампера в черный. Переднюю решетку в черный. Значок уазика сделаем хромированным. Вот. Дальше. Задний бампер в черный. И запаску кожаным чехол тоже в черный цвет. Ручки тоже черные. Чем мне модель понравилась? То, что она уже с заделом под свет. Вот. Тут мы покрасим в оранжевый. У меня есть томиевский лак. Очень классный. Сделаем оранжевые поворотники. Вот. Так что, я думаю, модель зайдет. Тут мы все выпилим. И будет у нас сзади тоже мост. Колеса соизмеримы. Меньше. Вот. Я до этого хотел заказать что-то типа дрифта. Но колеса получатся очень большие. Вот. Они потому что как раз такого размера, как на шишиге. на грузовиках. Поэтому. Сюда они великоваты. Так что, очень хорошо то, что у него вот копейная резина и диски такие. Но диски не знаю, поставить ли их серенькими. Или все-таки тоже покрасить черным. Это чуть попозже решу. Так. Смотрите дальше. Как вы уже знаете, я занимаюсь проектом 131 узела. Вот. Сегодня он уже был обработан второй раз грунтовкой. Вот. Вот так он выглядит. Ну, тут я сильно не стал много красить. Вот. Тут все ровненько уже. Очень многое скрылось. Вы видели, я его шлифовал. Вот. Сегодня я его покрашу в зеленый цвет. Для этого купил эмаль универсальная, кудовская, хаки. Вот. Чем она мне нравится? Тем, что у нее сопло можно повернуть и прямо, и боком. Соответственно, чтоб струя ложилась вот или лево-право, вот, или вверх-вниз. Здесь очень удобно. Вот такая красочку прикупил еще. Так. Значит. Вы уже в предыдущем видео видели то, что грунт акриловый, алкидный. Вот. Белый. Дальше. Для Урала Шишеги взял вот такую тоже эмаль. Черную матовую. Хочу покрасить у Шишеги, значит, раму, баки, колеса. Ну, короче, привести ее в такой более-менее правильный вид. Не до конца, конечно. Много, все равно, деталюшек. Чтоб точно было. Ну, хотя бы что-то, чтобы не бросалось в глаза. Вот. И еще вот такую вещь мне посоветовали. Грунт для пластика. Активатор адгезии. Ну, он прозрачный получается. Вот. И к нему намного лучше прилипает краска. Вот. Не знаю. Хотел. Вроде тут грунтом у меня уже обработано. В принципе, не буду. А это, грубо говоря, вот можно зачистить какие-то детали. Может быть, даже колеса чуть-чуть под зачищу. И сначала пройдусь им. Вот. А потом уже краской. Чтоб краска подольше походила. Потому что колеса будут тереться, грязь, снег. Вот сейчас еще. Вот. Бампера будут стучать. И чтобы не обдирались. Ну, вот. На сегодня это все. Сейчас займусь покраской зела. Скорее всего, видео по зелу выйдет пораньше. Потому что уже были до этого подготовочные работы по нему. Вот. Материал отснят. И я хотел их соединить в одну часть. Вот. Но, может быть, и как раз сначала сейчас вот это все. Смонтирую. И потом отдельным видео выйдет по зелку. Ну, все. Всем пока. Вроде основные моменты рассказал. Про движение. Ну, все. До новых встреч. Подписывайтесь. Эти. Эти.